Споры между застройщиками и жителями 249-го дома по улице Дорумбека-Садырбаева продолжаются уже третий год. По словам жильцов, здание построено некачественно. Штукатурка обваливается, а на стенах трещины. Такими темпами в ближайшем будущем развалится весь дом, опасаются они. Мы полностью расплатились, а когда начали возмущаться, застройщик сказал, что вернёт деньги, но удержит положенные 30%. Я возразила, ведь в нашем договоре не указан такой пункт. Он ответил, хочешь – бери, не хочешь – пожалуйста. Я была вынуждена остаться. Даже где нет оцинковки, появляются трещины. Представляете, если сейчас так, то что будет через три года, через 10 лет вообще? Вся штукатурка обвалится. По словам другой жительницы дома Телеккана Ибрагимовой, здание словно карточный дом. Слышен каждый шорох. Перед покупкой квартиры жильцам представляли рекламную брошюру, где обещали все необходимые условия. Однако на деле ожидания не оправдались. Обещанного отопления так и не дали. Говорили, скоро сделаем. Уже три года прошло. Обещали, что будет отопление, но его нет. Если бы я знала про такое, я бы ни за что не купила. Мне уже 60 лет. На старости лет трудно жить в таком доме. Холодно. Кроме того, по словам жильцов, из-за отсутствия отопительной системы, каждую зиму они испытывают проблемы. Из-за перегруза сетей электроснабжение отключается. А по счетам приходится платить внушительные суммы. С обвинениями свой адрес застройщик не согласен. Как отметил его подрядчик, стройка велась с соблюдением всех норм. Если с 90-х годов здание не обрушилось, хотя те плиты весили по 7 тонн каждая, о чем можно говорить? 25 лет стояла конструкция. Как она может сейчас рухнуть? С госархтехнадзора проверяли. Институт сейсмологии одобрил. Со слов жителей, не осталось мест, куда они не обращались. В главе архитектуры им посоветовали обратиться в суд. А в Бишкекской прокуратуре сослались на сроки. Мол, раньше надо было. Сейчас жильцы готовят заявление в госэкотехинспекцию. Хорошенько надо этот дом обследовать. Почему? Потому что, возможно, эти трещины могут появиться из отделочных материалов. Возможно, трещины появятся из конструктивных элементов. Это надо... Если заявление нам поступит насчет этого дома, мы будем обследовать и давать свои видения и заключения. Если из конструктивных элементов будет трещина, тогда это уже серьезно. Теперь сотрудники экотехинспекции должны изучить проблемы этого дома. В случае подтверждения незаконного или несоответствующего стандартам строительства, подрядчика привлекут к ответственности.